Комбинация имени и фамилии Алексея Челейкина встречается крайне редко. Я с гордостью могу сказать, что я являюсь единственным человеком, у которого есть имя Алексея и фамилия Челейкина. Так что найти меня и то, что вам не пишут, очень просто. В поисковике в любом вбейте, увидите много чего интересного. В Одноклассниках тоже самое. Один такой персонаж есть. В ВКонтакте я свой аккаунт удалил. Извините, там какие-то дебилы просто находятся в большинстве своем. Хотя попадаются и достойные люди. И люди меня ищут, и люди спрашивают, и люди, смотря программу телевизионную и видя мой личный телефонный номер, задают вопрос, где находится АЗС Городская Центр. АЗС Городская Центр и Шелл Центр, извините, с автологией, находятся прямо в центре города, рядом с драмтеатром имени Пушкина. И вот именно здесь, и по цене в 2-3, а то и в 10 раз ниже цены заводского регламента, который вам навязывают в дебилерских центрах, здесь меняется масло, тормозные жидкости, иногда можно и колодки поменять, фильтра, а вот фильтра здесь большинство в наличии находится. Вот, но в преддверии земли необходимо сказать, что, ребята, ну как-то вот минусовые температуры на почве, они уже актуальны. Скоро выпадет первый снежочек, а может быть и не первый, непонятно, у нас уральская зима такая веселая. Вот, но в любом случае, даже если вы хотите ездить безопасно, то место, где вам переобуться, надо знать. Место, где вас ждут и где есть 12 домкратов, где есть подъемник, 3 станка по переобувке, очень-очень умные руки. И такое балансировочное оборудование находится именно здесь, в Шелл Центре. Вот, вот они вот эти домкраты-мобилы, а вот есть там еще такой дивный домкрат, я вам по-пам покажу. Он предназначен для переобувки автомобилей на низкопрофильной резине, ну те, которые лежат буквально на земле. Если вы не пробовали это сделать, то лучше не пытаться, лучше приезжать сюда. Тук-тук, зима стучится в гости к нам. Как неприятные изменения климата в лучшую для нас и более теплую сторону, но сочетать прогулки в ноябре в шортах и футболках и поездки на шипованной резине все-таки придется. И придется и попахать специалистам Шелл Центра, и не помогут им ни 12 домкратов, ни 3 высокоскоростных станка шиномонтажа, ни подъемник, ни прецензионный стенд балансировки. Также будут пахать и водители эвакуаторов, и уважаемые инспектора службы разбора. Мы ведь до последнего тупим и выжимаем крохи псевдоудовольствия от езды на промороженной летней резине. Кстати, что самое забавное, даже будучи блокированным вечной пробкой на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина, а Шелл Центр располагается в аккуратно против драмтеатра имени Пушкина, этот сервис от недостатка клиентов, скажем так, не страдает. Потому что быстро, качественно и недорого делает то, что другим не под силам. Нет, конечно, желание у других достичь и темпов, и оборотов Шелл Центра есть. Но здесь, в отличие от других, четко определили свой профиль деятельности. Завезли грамотное и единственное на Южном Урале оборудование. И работают здесь спокойно и быстро. И это показательно, как и то, с каким вниманием и трепетом здесь каждый день с утра готовятся к работе. Проверка маслораздаточных устройств, юстировка и настройка балансировочного станка, включающая в себя и процедуру очистки резьбы вала. Предмет особой гордости – это фирменные манометры, одобренные для применения в гоночных формулах и рекомендованные фирмой Мишлен. Здесь вообще есть чем гордиться. И здесь, в атмосфере сосредоточенного спокойствия, любая процедура, замены рабочих жидкостей, фильтров, промывки инжектора и шиномонтажа делается максимально быстро. Как шелл-центр приготовился к зиме? Я знаю, что в отдельных шиномонтажных комплексах переобувка занимает 4 часа. Замена масла тоже 4 часа. Что у вас? Нет, ну переобувка, допустим, минут, я думаю, 15-20, если народу очень много. У нас 15 домкратов, поэтому переобувка идет очень быстро. Но замена масла также минут 15-20. И порекомендуем все-таки, что залить в двигатель, чем промыть инжектор и чем промыть дизельную систему. Потом, как отъюстировать наши замечательные зимние колеса, если у нас даже был зимний комплект? Ну, начнем мы с зимних колес. Как правило, люди думают, что если зиму отъездили, руль не бьет, то сейчас поставим, так же все и останется. Но почему-то руль бьет в любом случае. Потому что на ней проездили, все равно резина сточилась, там шипы кое-какие повылетали. Поэтому балансировать лучше сейчас отбалансировать, чтобы потом уже на зиму сразу переобул, уже готовые колеса были. По маслу зимой. Ну, в зиму лучше, конечно, заливать 5.30 синтетику. Либо нулевочку. Ну да, или нулевку, или 5.30. Во-первых, зиму, если будет холодно, то заводится без проблем. Также касается и коробок, мостов, раздаток. Тоже лучше залить синтетику, чтобы, если, допустим, машина с автозапуском, чтобы проблем никаких не возникало, что у двигателя жидкое масло в коробке густое, она не заведется с автозапуска. Ну и промыть инжектор, в принципе, желательно, конечно, к зиме тоже. И то, что приходит в негодность, благодаря тому, как у нас люди паркуются. Нам часто в кварталах приходится залазить на бордюры и рвать себе боковину. То есть колесо выкидывать или ремонтировать? Ну, боковой порез отремонтируем, в принципе, любой сложности, хоть какой он там будет. Мы нарочно не стали катком проходиться под дилером и сервисом от рвачей. Сотни и тысяч автолюбителей, спрыгнув с гарантии, сэкономив нервы и деньги немалые, обращаясь в шелд-центр, сделали это за нас. Но нас удивил процесс ремонта бокового пробоя шины. Оказывается, в принципе, и небольшая грыжа – это тоже не проблема. И пропоровшая боковину арматурина, конечно же, должна быть ликвидирована с дороги. Но покрышку ликвидировать не надо, как и сумму от двух до десяти тысяч из вашего кошелька на покупку нового колеса. Специализированные укрепляющие заплатки, вулканизация внешней стороны. И главное, чем это можно сделать? А теперь задумайтесь. Экономику, конечно, никто не отменял. Но в экономике пропорции, качество, время, цена и оборачиваемость взаимосвязаны. Но соблюдать их можно, умея делать грамотно, используя специализированное и готовое в любой момент оборудование, и сочетая достаточно низкие цены на все – масла, фильтра, работу, при этом обеспечивая потрясающие обороты, то есть количество и темпы обслуживания клиентов. Мы, конечно, не стали ждать, да и вам не советуем. Того времени, когда вы будете, извините, волосы на одном месте дергать, говорить, что «Ой, мы что-то подзабыли, вовремя не переобулись». Но мы обязательно сюда приедем и покажем, как здесь будут стоять ряды буквально жаждущих, страждущих до переобувки вашего автомобиля. И вот вы уже все поняли, как надо машину готовить к зиме. Вовремя поменять масло, желательно промыть инжектор, ну, разумеется, переобуть резину и отбалансировать ее. Потому что нам же главное что? Чтобы вы ездили комфортно и безопасно, чтобы вы не торопились никуда. И больше порядка, и спокойственная дорога города Магнитогорска, что, разумеется, будет гарантировано, если ваш автомобиль в идеальном техническом состоянии, и если у вас настроение хорошее. А настроение хорошее вы получаете здесь, потому что здесь лишнего с вас никогда не возьмут. И то, за что вы раньше платили очень большие деньги, в итоге окажется приятным финансовым сюрпризом.